Всем добрый день, вечер, обед, ужин и не ужин. А вечер и ужин это разные? Да, без разницы. Как попали, так и привет. Друзья, всем доброго времени суток. С вами неугомонные просины. Вы попали на канал про Икеа. По вашим многочисленным просьбам, они прилетают в директ каждый день, мы приняли решение снять отдельно линейку строла. Потому что она с каждым годом становится все больше и больше. Это и гирлянды, и украшения для дома, и определенные свечи. И большие подвесные, и красивые стролы, они становятся актуальными не только в новогоднюю коллекцию, но и, можно сказать, круглый год. А кто не понял, я скажу в двух словах. Мы снимали недавно, хоть недавно, в этом году новогоднюю серию, и мы не смогли полностью вам показать весь ассортимент строла. А вот сейчас мы приехали уже в ноябре, и весь ассортимент у нас выставлен, лежит на полочках. Грех не показать. Мы сейчас будем вам показывать, садить в удобный, чайоку, печенюку, стандартные слова. И мы поехали. Так, а с этой стороны или с той, со светящейся ночью? Ну, прямо как стоим, так и пойдем. Ну, давай. Я уж сильно нагреть не буду, маску чуть-чуть условно напяли. Так, поехали, значит, разбираться. Смотрите. Во-первых, гирлянды. Гирлянды разных типов. Ценник отличается от наполнения гирлянды. Ну, давай немножко я поправлю, я сейчас сразу общую информацию дам. Я тебе это расскажу, ты меня перебиваешь. Ну, один раз перебью, дальше будешь ты рассказывать. Я общую информацию дам, чтобы мы не повторялись. Договорились. Все стролы, то, что представлено в виде гирлянды, они снабжены одним типом светодиодов, которые светят 2700 кельвинов. Это, если по-русски сказать, теплый цвет, теплый оттенок цвета, не холодный. Работают они от пальчиковых батарейков. Батареек. Батареек. Типа 2А и 3А. В зависимости, какой у вас попадется модуль. И при том, заявлено производителем, что они работают. Жизнеспособность этих светодиодов до 20 тысяч часов. Ну, я скажу по-простому. Первый икеевский гирлянд, где у нас лет 10. Дима только меняет батарейки. Все остальное уже раздавал. Поэтому тут даже, если верить этим цифрам, достанется вашим внукам. Это гирлянда. Стролы – это еще и вложение денег. Ну что, поехали разбираться? Да. Вот теперь будем смотреть то, что уже друг друга отличает. Да, еще забыл, забыл, забыл. Еще отличия будут у нас по метражу. В метраже мы будем, наверное, говорить глядя на баночку. Я буду говорить. Они разные. Все остальное одинаковое. Можно? Все, гони. Я молчу. И ты сейчас, что я пошел на сцену выходить. В следующий раз сонный пойдешь. Так, Стролы 40 светодиодов. 599 рублей. Вот она. Это маленькие такие вот кристаллики. Очень маленькие, нежненькие. Может быть, вот так? На баночку? Тут попонятнее. Давай на баночку. Очень печален тот момент, что он как раз на нас и батарейки кончились. Может быть. В общем, ты показал, видно? Да. 599 рублей. Это одна из самых простых и киевских гирлянд. И она одна из самых длинных. 5 метров. Батарейный блок работает от двух батареек типа 2А. Три штуки. Здесь получается тоненькая двойная леска. И маленькие красивые светодиодики. Вот они выглядят как капельки. Кстати, мне чем Строла... Мне чем Строла нравится, это красивая и изящная баночка. То есть не надо заморачиваться, где потом храните. Мало занимает место. Следующая Строла полторы тысячи рублей. 1499. Такая тяжеленькая. Длина 2,7. 2,75. Три батарейки типа 2А. И давай смотреть, что у нас здесь. Здесь у нас получается где-то с интервалом сантиметров 5-6. Раз кристаллик, два кристаллик, три кристаллик и еще цветочек. То есть прям много напихано красоты на квадратный сантиметр. Нечем, Дима, включить. Мягкий рассеянный свет. Через одно мы вам покажем, как светит. Заранее не будем. Ну вот здесь вот. Загорелись. Вот смотри. Тут не на каждых. На некоторых батарейки сели, а на некоторых еще и батарейки живые. Может быть вот так? Да, да, да. Вот видно. Вот так они и светят. При совсем целых батарейках. Но интенсивность в пол раза больше. Очень красиво. Давай выключим, чтобы и тратить. Продолжаем диалог. Я тут пока баночки выстраивала. Вот, ты знаешь, я забыла одну деталь упомянуть им. Смотри. Разница не только в длине, но и в количестве диодиков. Значит, вот самое бюджетное, первое, которое мы смотрели. Здесь у нас их 40 штук. Вся информация вот здесь на задней стеночке баночки представлена. 5 метров общая длина, метр от розет батарейного блока до начала красоты, батарейки и сколько штук. Вот здесь 40 красотулиных, 40 диодиков. Дальше, которые за полторы тысячи. На ней аж 104. 140. Ну, конечно, и по 3. По 4 даже. Раз, два, три, четыре. Теперь давай перейдем обратно к листам. Золотая парча. Очень красиво, нежно смотрится. Плюс полностью обмотана вся гирлянда. То есть дает такую объемность гирлянде. 999 рублей. Здесь у нас тоже 40 диодиков. А диодики, смотри, как интересно спрятаны. А мы сейчас это покажем на белой. А, загорелась. Они вплетены, как капельки рассыпались. Значит, 40 штук. Длина 4,5 метра. Пол метра шнур. Зарядная вот эта вот, да, наша аккумуляторная головушка. Потом начинается красота. Две батарейки типа 2А. 999 рублей. Так, следующее белое. Тоже очень красивое. По-моему, я взяла ее, если я не ошибаюсь. 21-й, нет, у меня 99-е. Мне нужно 21-ю найти. Слушай, нету. Ну, давай здесь тогда. А, в принципе, то же самое. 900-ть, нет, даешкин корчей. Это вот она. 799 рублей. С белыми листиками. Здесь листик уже попроще. Но, в чем нюанс? Вот здесь на листике тоже прям вот как будто прожилки. А ты сейчас включи, и, может быть, она будет более ярко выражена. Фокус, фокус, фокус. Волшебный фокус. Давай разбираться. Здесь у нас тоже 40 элементов. 4,5 метра. Две батарейки. 0,5 метра. Отступ самого шнура. Но, причем, шнур идет во всю длину. То есть, это не просто холостой кусок. Он точно так же украшен. На нем только нет самих диодиков. Так, возвращаюсь сразу по местам. Следующая. 1300. Вот она у нас. Цвет называется медный. Здесь аж 160 элементов. Дай посмотрим, как они сделаны. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 слоев. Дальше 1, 2, 3, по 4 головушки. Сейчас вернем обратно, чтобы ее очки не нарушать. Ты как думаешь, она будет гореть? Да, вот она. Смотри, как красиво горит. Значит, 3,5 метра, 1,5 метра отступ и 160, как я уже сказала, элементов. Цвет медный. Ну, вообще он такой нежный-нежный, серо-желтый. Его и не серому, и не желтому не назовешь. Просто медь она такая вот все-таки насыщенная. Ну, попробую, ну, почти подогнать под отделом. Попробую. Какая волшебная монтажерка включена. Так, дальше едем. Здесь у нас две гирлянды. О, цветная. Ну, почему-то ее нету в виде образца вообще. То есть, про вот эту сказать ничего не могу. Поэтому она пока светится. А говорим мы сейчас про вот такую гирлянду. 999 рублей. Мини-звезды, золотой. То есть, здесь и звездочки, и петельки. Давай разбираться, от чего живет. Так. А вот, кстати, смотри. Вот здесь, например, неполное описание. Давай искать банку. Иначе мы так ничего не найдем. 2,7 метра. Полтора метра отступ. Три батарейки. 2А. И 80 элементов. 80 именно световых элементов. Вот эти декоративные элементы не являются... В количество не входят. Исключительно ее не получится. Ее замуровали демоны. Оставайтесь. Все, пошли дальше. Так, вот это, в принципе, новинки. Обычно Икея выпускает маленькие гирлянды. В этом году, как никогда, гирлянд много. Не знаю, конечно, как в других городах. Поживем, увидим, как говорится. 1299 рублей. Ищу саму коробку. Вот такие переливающиеся. Кстати, Дима только сказал, что они не переливаются. Не, я имею в виду про косички. А, маленькие-то? Да, про маленькие. А то, что ты с фигурками, я хотел отдельно затронуть. Это, кстати, новое, чтобы переливалось. Икея, обычно такого нет. Здесь у нас большие пластиковые звезды. Цвет переливается красным, зеленым, синим, таким желтоватым оттенком. 12 элементов, 3,8 длина. Работает от двух батареек типа 2А. И длина отступа 1,56 м. Ну, то есть такая гирлянда не сильно большая, много ей не украсить. Поэтому, чтобы что-то сделать, надо 2-3 штуки, и меньше покупать. Следующая гирлянда. Ценника нет. Сейчас будем искать по... Так, 0,7. 64, 15. Слушай, даже цены нет, упечалят. Здесь у нас получаются вот такие пластиковые цветы. Они разного диаметра. Внутри прячется светодиод. Не особо вообще заметно. Да, я выключу? Ну, что, вы двигает? Видно, ну, слегка такое, да, подсвечивание. Давай разбираться, что у нас здесь. Ну, мне кажется, она тоже 1300-15, не больше, не меньше. Три с половиной метра длина, 12 цветовых элементов и полтора метра отступ. Тоже работает от двух батареек типа 2А. Повторюсь, очень напоминает такой тонкий пластик, но довольно-таки мягкий, и при этом легко гнется, но не повреждаются. Да, ну, по крайней мере, кисенькам не стоит, да, отгербанит. Дальше. Светодиодная гирлянда за 2,999. Дим, я пытаюсь ее найти в коробке. Так, вот она, скорее всего, 2,999. Манюханенькая коробушка. Что имеем в случае не от сети? От сети. Тоже, я знаю, спрятанно. Да, она работает от сети. Здесь у нас тумблерок. Ну, непонятно как. Ладно, я не буду вандалить. Значит, 14 метров, 200 элементов. И 4 метра получается отступ. То есть, чистая гирлянда 10 метров. Ну, это, наверное, самая длинная пока в Икеи гирлянда. Здесь получается такой пластиковый провод, скрученный. Ну, и она еще к тому же черного цвета. Я к тому, что, наверное, не все захотят черную гирлянду, на мой. Бручерная, она как раз скроется и получится такая вот, как звезды на елочке. С белыми гирляндами немножко дела обстоят похуже. Придется больше прятать этим бешурой. А черная, она под елочкой... Мини-заметная будет? Да, мини-заметная. Так, гирлянда 12 цветов, 999. Значит, у нас 12 вот таких шариков. Я больше ничего по ней не могу сказать, потому что нет коробки. Но, судя по всему, она тоже должна быть в районе 4 метров. Ну, говорят, они непонятные. Вообще незаметные. Видно щелечку. И очень напоминает бумагу у ипеевских абажуров. И вот такая гирлянда за полторы тысячи из рисовой бумаги промастленных звездочек для сада, к тому же. То есть эта гирлянда уже является влагостойкой. Вот они тоже такое легкое свечение дают. Я попробую все-таки найти эти звезды бумажные. Потому что не совсем понятно, что ты смотришь. К сожалению, тоже нихтферштейн. Давай хотя бы смотреть, что по описанию. Здесь уже 24 светодиода. В принципе, полторы тысячи. Адекватный ценник. Длина провода 4 метра. Общая длина 8,6. Слушай, вот это хорошенькая гирлянда по отношению цены и самого визуала. Ну и последний вопрос. Какой? Дальше пошли. Нет. Какими батарейками снабжать эти гирлянды? В Ikea есть аккумуляторные батарейки, но сейчас они вышли в какой-то новой упаковке. Я их еще пока не брал, не тестировал на роботспособность. Но последняя их серия LADA в старой упаковке я не рекомендую покупать. Блин, надо взять и попробовать, чтобы сказать подписчикам, мы стоили еще вот это товар или нет. А так, я скажу, питайте лучше аккумуляторами эти гирлянды. Потому что, сколько, допустим, если вы елочку поставите, ну месяц она будет у вас, ну два раза придется батарейки поменять. Поэтому лучший аккумулятор. Зарядил и задом включил. Можно с этой круглосуточки, чтобы она горела. Да, как подсветочку. Можно? Можно? Ну говори, давай. А вот эта гирлянда, которая разноцветная, она тоже от розетки работает. Вот она. Получается, у нас две версии от розетки. Две версии от розетки. Остальные идут от аккумуляторного блока. Пойдем? Сейчас мы переходим в мою любимую часть. Это стролы с абажурами. У нас дома живет две? Две штучки. Круглосы. Красные и синие. Да. Прошлогодние и позапрошлогодние коллекции. Давайте разбираться сначала, как говорит Дима Матчасти. Ну, прежде чем мы перейдем, я хочу поделиться отзывом. Наши стролы стоят на подоконнике. И если смотреть с улицы на наше окно... Мы на четвертом этаже живем. Ты не понимаешь, что стоит там такой. Даже вечером или днем все размывается и не видно, что светильник это звезда, не звезда. Поэтому особо толку и выпендреживо на подоконнике нет смысла ставить. Для себя. Только для себя, да. Соседи не поймут, что у вас стоит. Дима. Ну что, будем разбираться с стролами? Так, во-первых, стролы делятся на два вида. Подвесные стролы и настольные. То есть, это основание, оно продается отдельно. И подвесной шнур тоже продается отдельно. Чаще всего, что происходит? Стролы еще какие-то остаются, а основания либо шнуров просто нет. Шнур-подвес, что он из себя представляет? Давай разбираться. Стоит он в этом году 300 рублей 4 метра. Поэтому, если вам нравятся стролы, запаситесь пока есть. Тканевый шнур, розетка и патрон. А, железное основание где? Вот. Это отдельно. Это подвесное основание. А, все, все, все. Я просто это... Незавна, приземлился к вам. Да? Бегал где-то. И напольная основность. Вообще, просто основание настольной лампы стоит 500 рублей. Кстати, можно на Новый год стролу, потом повесили абажур. Одним основанием обойтись. Значит, здесь у нас само основание. Я длину убейте, не помню сколько. Провод длиной 2 метра, а вот само... Дай хоть примерно... Сантиметров 30-40 будет. Ну да, 40-то будет. Потому что... Вот само основание. Да? 40 сантиметров. Мой глазамер верно говорит. Ну, кстати, надо померить дома, либо померьте, потому что мы еще не дома. Оно металлическое, и ничего с ним не происходит. Единственное, нужно правильно его поставить, затянуть. Лампочку покупайте отдельно. Сильно яркие лампочки сюда не вставляйте. Желательно маленький шарик или свечка. Да, потому что у вас сама строла бумажная. Теперь давайте разбираться с самими стролами. Стролы делятся... А ты не сказала, что однажды купив основание, вы можете впоследствии каждый год уменять только саму бумажную часть? А основание будет всегда у вас. Я намекнула, но не проговорила. А я рассказал. А ты рассказал. Да, ты меня сдал. Так, в общем, я дошла, наконец, до абажуров. Вот что значит, что мы сейчас ни с кем особо не общаемся. Сидим дома, работаем, гулять к морю. Хоть в дефицит поговорить. Значит, абажуры делятся по визуалу и по диаметру. Ты к самым большим пошел, что ли? Я с зелененького хочу начать. Вот с этого? С маленького. Вот с этого? Я с маленького хочу. Вот с этого? Да, да, да. 48 сантиметров лист зеленый. Ребят, это все бумага. Какой-то год в группе Икея Россия ВК люди делились даже выкройками из картона, чтобы сделать стролок. А это несложно? Да, это несложно. Стоит 400 рублей, но я делать не буду. По идее, если вам не понравилось, и он по каким-то причинам получил дефект незначительный, возможно, от домашних животных, ее можно раскроить, раскроить, сделать выкройку и уже потом самому хендомойтить. Я этого не понимаю, для меня это сливание времени. Не, 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 ну смотря, тут все прекрасно видно. Вот, вот это по швам раскроил ее. Дима, я лучше заработаю и куплю. Это ты. А люди есть творческие, которые хотят сами это сделать. Ну да, вот тут люди делятся, наверное, на творческих и нетворческих. Я не творческий. Дима творческий. Дима будет кроить. Крамса лопать. Так, давай разбираться. Смотрите, если вы хотите стролок, чтобы у вас было по максимуму света, тогда вам нужна дырявая строла в дырку. Вот такая глухая строла, она света не дает. Она просто номинальную такую звездочку с легким свечением. Дальше зеленый абажур строла 70 сантиметров. Ребят, это диаметр полностью, потому что как выглядит она довольно-таки маленькая. Еще такие моменты. Вот это норма для стролы. То есть ее не будет прям вот идеальный-идеальный шовчик к шовчику. Такие моменты, это норма. Здесь у нас красивый лист, золотые такие вставочки. 70 сантиметров, золотой орнамент, точка 499 рублей. Чтобы к этому больше не возвращаться, стоимость строла зависит от размера. Так, следующая строла тоже 499 рублей, красная полоска. То есть то же самое, что и у зеленой. Вот, кстати, у маленькой меньше расходится, чем у больших. Это я уже заметила. Дальше. 48 сантиметров. Вот о чем говорила уже, да, более такая дырявая снежинка. 48 сантиметров, 499 рублей. Это уже выглядит, например, снежинка-снежинка, но как будто на уроке труда я их покромсал. Двоечник. Двоечник Дима кромсал. Так, еще одна дырявая снежинка, Дмитрий Юрьевич, пойдемте сюда. Я пытаюсь пройти между вами. Вот я пытаюсь понять цвет белый. Да, белый. Тоже снежинка 70 сантиметров. Не до конца его установили. Здесь же развернуть уже не получится, она прилеплена к другим стролам. Хоть как, да? Да. Если мы сейчас все повернем, то все порушим. Ну да. В принципе, мы показали, по-моему, все стролы. Не, на той страничку. Не, на ту сторону. Я смотрю вот здесь. И вот смотрите, то же самое. Те же стролы. Дим, сделай проводку. А ниже подвешиваются и наверх. Только единственное, что вот большая висит, только нет ценника. Это, по-моему, метровая строла. Ну и по логике вам должно рублей 700 стоить. Здравствуйте. Съемка видео. Почему вы снимаете? Ну, хотим зрителям показать. Так, едем дальше. Мы сейчас с вами перешли полностью в воздушные дырявые стролы. В этом году они все белые. По цветам у них разницы нет. Разница только в наличии дырок. Вот сейчас это стролы кружева. 70 сантиметров 500 рублей. 48 сантиметров 400 рублей. Они же и подвешены. И еще один вид за 499 рублей 70 сантиметров белый кружево. Вот так, ты очень быстро, я не успеваю за вашим ходом мыслей и слов. Ну, их на самом деле всего 4 штучки здесь. Мелкая точка, много точек и снежинка. Ну, выглядят они здесь бежевыми, да? Никак не белыми. Я люблю коронить цвет пункты. Это мое личное мнение. Ну, здесь уже на вкус и цвет фломастеры разные. Ну, вот даже на камере они выглядят бежевыми. Ну, я немножко подкорректирую. Особенно немножко. Зато они уют и красоту новогоднюю несут. Пока вы там с Димой залипали на стролах... Это было недолго. Да. Мы с вами переместились уже со светильники из линейки строл. В этом году, повторюсь, их реально много. 999 рублей. Стролы цветок с батарейным питанием. Вот такой. Гирлянда точно такая же. То есть можно в одном стиле сделать. Позвольте, пожалуйста, я финшу сделаю. Можно я покручу? Фокус один. Фокус один. Ты кручешь, я кручу. Да, ты рассказывай, я кручу. Что тебе рассказывать? Коробочка красненькая, цветочек беленький. Две батарейки типа 2А. Да больше про нее ничего не скажешь. У нее даже размер не указан. Кстати, очень красивая коробка. Не стыдно подарить. Я повторюсь, в обзоре по новогодней коллекции я говорил, что упаковка очень презентабельная. Не стыдно подарить. В этом году упаковка не пожалели. Даже для себя это очень приятно будет купить данный предмет. Почти как айфон. Так, дальше едем? Не, мы сейчас. Я могу глаголить? Глаголите. Так, что показываем? Скажи, походим. Мы сейчас просто поглядим на нее. Потому что все то же самое, как и 3D. 999 рублей. Одинарная звезда. Тройная звезда. 699. Дим, можешь их рядом показать? Разница все-таки в размере есть. И, кстати, неплохо будут смотреться вместе. Как раз переход от размера, но при этом в одинаковые стилистики. 1000 рублей, 1700. Кружочек у нас на поль, настольный. Такой 999 рублей. При этом совершенно спокойно можно сочетать в пределах даже одной плоскости. Нету размерчика, жалко. Ну, так я думаю, сантиметров 25-то будет. Дима? 20. 20? Муж, а зачем тебе твои измерительные приборы? У тебя холос-алмаз. Ой! О, внутри она цветная. 1700. Вот такой большой, красивый, металлический круг. На нем гирлянда. И гирлянда цветная. Очень красиво смотрится. Сейчас попробую найти коробку. Может быть, там что-то путевое написано будет. Ой, смотри, я здесь еще подвесную нашла, но ее нету на выставке. Вот он круг. Слушай, ничего нету. Провод 4 метра, 2 и 3 батарейки. Даже тип батарейки не указали. Ну, я вангую 2, тоже коробочка больше. Так, а еще, вот смотри, мы с тобой про нее не сказали. Это звездочка, 27 сантиметров, 999 рублей. Ну, как раз, смотри, к абазице уже из трех штук. Да. Один можно поставить на пол, другой на стол, одета. Хлюстры подвесить. Ну, хлюстры вряд ли мелко. Почему мелко? Маленькая. Ну, как-то вот достаточно. Как-то сдекорировать надо в небольшое пространство. Так, пойдем дальше по стролам. Вот она строла, про который я тебе говорил, что мы ее не нашли. 1300. Большой кружевной светильник. То есть у нас получается напольный, подвесной и гирлянда. Покажите там, где светодиод, ребром. Может, поднимешь? Нет. Так, дальше. Украшения уже для стола. Имейте в виду, у кого маленькие дети, у кого кисеньки, которые могут проткнуть. Сменных абажоров нет. Тыквиться на раз-два. Показывать не буду. Ну, и дети тоже не прочь потыкать. Ну, вот я говорю, вот наша бы потыкала. Что дает перфорацию уже как раз. Прощает пару раз тыкнуть. Она уже немножко тут сделана. Как потыканная, да? Чуть-чуть может пару раз тыкнуть. Настольная лампа птички. 30 сантиметров, 900 рублей. Это новинка. Ни один год такого красивого не было. В этом году очень много предметов в коллекции со снегирями. Ну, я ждал, все-таки немножко вернемся к звезде. Я ждал красную звезду. Как по прошлому году. Я ее как раз не успел ухватить. Собцарок сделала. На красную очень красиво смотрелось. Ну, тогда бантик себе куплю. Коробка красная. 1300. Довольники за коробку адекватный ценник. Мягкая рисовая бумага. Я знаю, что эти коробки очень любят декораторы. Они их используют в фотосессиях и в интерьерах. Они очень хорошо стильно смотрятся. И при этом, в принципе, адекватно эксплуатируются. Так, Дим, что у нас осталось по стролам? У нас остались домики, лампы и всевозможные свечки. Вообще, хочу отметить, что когда мы снимали новогоднюю коллекцию дизайнера, подготавливали, понятно, был бардачок. Сейчас все хорошо, идеально. Это и зенит. Да, знаешь, диссонанс в летнем платье, в тапках, на улице 18 градусов. Да я даже утром сегодня вышел. Ну, что-то у меня это неправильно в голове. Саранский снег уже, да? Ну, давай, поехали. На часах ноября, по природу, да не знаю. В август. Если по саранскому брать, это где-то ранее сентября. Да, конец августа, начало сентября. Так, лампа настольная. Стоит на 2,500. Она полностью металлическая, с пластиковыми такими вставочками. Маша Эдельвейс Бор, тебе привет. Помнишь, ты страдала? Почему Икея следует керамическую не закрыли? Железную закрыли. 2,500 стоит. А здесь у нас получается... Да, сталь, порошковое покрытие, втулка, силиконовый каучок. Красиво смотрится, включить его не получится. Она от розетки. А снизу нет? Шнур есть, а розетка-то где? Может, там опять, дырочка была. Вот этих товарищей мы уже, в принципе, показывали. Да. Это стролы, декоративные подсветки. Одна 800 рублей, другая 700. Разница в размере. Вот они, иллюзии. Практически. Насмотреться эффектно. Очень красиво. Кстати, с черной гирляндой будет классно. Ну, с тобой не поспоришь. Сложно с собой спорить. Да? Вот я хотел купить. Татьяна Павловна, надо заказать. Надо. Давай здесь. Это самый-самый номер топа в моем рейтинге среди новогодних строев. К сожалению, батареечка немножко подсела, она не так интенсивно светится. Но, допустим, для частного дома повесить, приходит вообще-то. Гновик такая-то. Подсветка гновика. Сказка, альфонарь. Сетодиодный фонарь стоит 1999. Дима, они одинаковые? Да. И она, по-моему... Там и сейчас партикул посмотрим. 90 и 90. Да, они полностью одинаковые. Значит, колбы у нас ручной выдавки. Здесь у нас сталь тоненькая. Вроде как. Сейчас посмотрим. Нет, алюминий даже дали. Я думаю, эксплуатируется будет хорошо. Ребят, кто уже, допустим, с таких северных регионов, где зима-зима, если вы уже успели прикупить и вдруг используете на улице, расскажите, пожалуйста, как эксплуатация. А то, бай, Дмитрий Юрьевич, накупить, не успев еще построить дом. Но фонарики у нас уже будут. Я буду на эту ее, на 220 приколхозил быт фонарь. Соблазн, соблазн, да? Да. Так, ну что, последний стеллаж со стролой. Это такие красивые элементы. Вот, честно, их я люблю больше всего. Это занимает мало места, это легко выходит, но при этом очень красиво смотрится. Жалко, опять, что не в розетках. Вот здесь, получается, подсветочки. Итак, давайте разбираться, что нам предлагают. Мишка с подарками и домик в лесу красный. Два медведя, три елки, два подарка. Вот подсветочка. Каким цветом горит, не скажем. А, 2700 кельминов. Теплым. Теплым. Теплым оттенком. Вот, хотя бы на коробке. Вот как это выглядит. Очень красиво. Еще снежинки падающие были, да? Ну, а снежинки это уже другая игрушка. Это тоже другая история. Так, и домик. Домик у нас полторы тысячи, хотя по размеру такой же. Вот как выглядит домик. Ну, все тоже самое. Свет даже из домика, из дверки идет. Залипательная история, да? Залипательная, сразу так это Новый Год хочется. Тюмень. Частный домик. Я хочу в Тюмень, а муж говорит, что самолетики летать не будут. Ну, не знаю, что в стране такое состояние. Что страшно из дома уезжать. И стоп на машине. Так, ладно, это лирика. У нас канал на другую тему. Светодиодный подсвечник на батарейке. Свечка уже у вас в комплект. Идет 800 рублей. Я считаю, что это адекватная цена. Осталось только не поломать, а найти, где включается. Не просто батарейка нет. А мне кажется, она включается, крутя эту лампочку. Закручиваешь, а она, получается, светей должна. Ну, не тот где батарейка. Тут бесполезно крутить. Вы понимаете, почему у нас вандализм-то происходит? А, да, вот. Оф, о. Почему вандалист-то происходит? Меня Дмитрий Юрьевич, он же с камерой, он меня заставляет. Ты покрути. Покрути, поковыряй. Ну, ты же главный вандалист-канал. Да, главный вандалист-ея, икея. В общем, здесь батарейка реально, наверное, подсадь. Вот, видите, а? Круши, ломай, а все плачет. Знаешь, на тебя уже перестали охрану обращать внимание. Раньше они подрывались. Тебе. Зато я отремонтировала. 800 рублей, пластиковая свечка. 28 сантиметров. 790. Татьяна пришла. Пойдем покурим. 799 рублей металлическое основание. Я отказываюсь с ним проводить обзоры. 1299. Буковая тоже очень красиво смотрится. Здесь, похоже, нет батареи. А, нет, вот видишь, не до... Вот я прихожу, подправляю все. Бук. Красиво смотрится. Ножки такие на шариках. Тихоняк, фокус пропал. Еще раз покажите жопку Бука. Жопка Бука. Имбим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. был замечен и последний светодиодный канделябра 3 лампы тоже бук все то же самое на батареечка надо под глазом не верит надо покрыть машкой уходят уходят 2 500 смотри на очень красивых круглых шариков вообще первый раз подобное в икее на нашей памяти очень нежно стильно смотрится подойдет под разные интерьеры ну и вот такие последние светодиодные канделябры фактически они одной стилистике очень похоже отличается размером 1600 и 1500 1600 на 4 маленьких звездочки можно поставить можно подвесить можно сломать потом я вас боюсь уже число а я вас когда ты говоришь ты можешь сломать меня все падает игру так все тихо металлическая верху свежий я это да и вот в этом одно это действие делать человек и сию всегда со страху 1604 свечки все светодиодная безопасная полностью как может дима вам сказали три вида применения целиком сборе на столе вот так без основания основания кстати очень тяжеленькая она дает упор либо просто подвесить то же самое с одиночной здесь 33 сантиметра круг здесь 22 сантиметра круг здесь уже одиночная свечка включается она скорее всего так же как и другие вот вот так красиво смотрите шесть часов непрерывного свету 15 лет жизни уж надо мной стебется я над ним так на что мы в принципе все что хотели наверно построили рассказали да у тебя есть что добавить чисто с технической точки зрения ну тут особо сложности ничего в этом нету я хочу добавить как мама что это безопасно полностью у нас алена пыталась даже грызть гирлянду гирлянда жива ребенок тоже никого к током не стопой же весы заморота батареечки менять зато безопасно поэтому надо уж в этом покупать аккумуляторы зарядили поставили будет подешевле и не на один год вам хватит минимум на пять лет ну что построили все погнали дальше у нас с тобой очень много обзоров поэтому друзья пишите если вы уже пользуетесь строй сколько ли можно я обращусь подписчикам кто из границы на смотрят я с двумя уже списывался по поводу я же опять по своей тапке мне каждый год требуется поклянчить я прошу если есть возможность я буду очень рад если кто смотрит у нас и за границей и кто рядом находится с икея и у кого в городе еще есть бумажные носители каталогов икея я буду очень признательно если вам если нам отошлете я зумя подписчиками переписывать пока жду можно сократить твоему здоровью у кого есть заначка бумажной каталоге присылайте диме он их коллекционирует буду будет безумная благодарность так друзья а теперь давай вернемся к теме обзора нас счет сегодня очень много болтовни мы правда соскучились по обществу наверно пора уже за на пасаранск возвращаться друзья кто пользуется стролы расскажите пожалуйста как она вам нравится не нравится какие моменты возможного прозникли в процессе эксплуатации и чтобы вы хотели себе прикупить из того что мы показали и кстати делитесь жалко в ютубе ведь нельзя в комментариях фотки цеплять жаль а то могли бы так и знаешь мини флешмоб устроить показать какие у кого стролу ну тут уже какой-то сообществе мне кажется вконтакте открывать по этому поводу лучше в телеграмм там надежно думаешь уверен ну ладно пойдем дальше